Молодежь на встречу фестивалю Зарядиться позитивом и размяться ребятам помогали танцевальные коллективы, а Алексея и Данила удивили собравшихся силовым шоу, рожденные в СССР. Всех заворожило забивание гвоздей руками и скручивание толстых металлических прутьев. Стоит отметить, что такая активная форма встречи была выбрана не случайно, ведь немаловажное место в программе фестиваля занимает спортивный блок. Сегодня очень важны вопросы, связанные с привлечением молодежи к каким-то хорошим, интересным мероприятиям, как вот, допустим, сегодняшняя спортивная зарядка, которая действительно, на мой взгляд, дает такой заряд не только спортивный, но больше всего позитивный, больше всего такой вот заряжает положительной весенней энергией. И я уверен, что мы еще очень много с ребятами встретимся на площадках, посвященных фестивалю в этом году. Поддержать такое начинание пришли и омские герои спорта. Чемпион Европы, призер Кубка мира и Олимпийских игр стрелок Дмитрий Лыкин, олимпийский чемпион-пловец Юрий Мухин и призер Олимпиады в Сочи биатлонистка Яна Романова. С зарядки, как у любого спортсмена, наверное, как у любого любителя физической культуры, начинается день, поэтому заниматься физкультурой, даже начиная с себя, делая зарядку, с первый шаг к медалям большого и высокого достоинства. Все участники встречи отметили, что такая зарядка действительно помогла взбодриться, получить массу положительных эмоций и почувствовать, что спорт способен объединять и настраивать на покорение новых вершин. Очень позитивное настроение, очень такое классное пробуждение с утра, здорово, рада, что такие мероприятия происходят у нас в Омске, что приходят такие люди, которые сегодня давали автографы, очень интересно и я думаю, заряд бодрости сохранится еще на неделю, неделю вперед. Напомним, что на фестивале Омскую область будут представлять 120 участников, а настроиться на достойное представление нашего региона в Сочи ребятам будут помогать многочисленные мероприятия, которые будут организованы в Омске в рамках подготовки к фестивалю. Продолжение следует...